Привет, друзья! Я надеюсь, все вы уже поняли, что сегодня речь пойдёт о всяком разном. А вот полюбуйтесь картинкой этого плейлиста. А сказка моя начнётся... Ну, помните, жили-были дед и бабка, ели кашу с молоком, рассердился дед на бабку и так далее. Нет, эта сказочка пойдёт немного по другому сценарию. Но вначале я прочту вам стихи, которые мне как-то неожиданно попались в интернете. Ну, вот, послушайте. Забери у дитя телефон. Посмотри с ним на рыбок, на птичек. Поиграй с ним в футбол. Ты и он, и костёр разведи с ним без спичек. Почему нужно сунуть планшет в руки детские вместо скакалок? Телевизор, айфон, интернет не заменят ни пряток, ни салок. Наши дети не знают совсем ни иголки, ни швабры, ни тряпки. Виртуальная. Нет других тем. Где теперь шалаши и палатки? Борщ сварить и испечь пироги? Как носочки стирать и штанишки? Ты войти ему в жизнь помоги. Завтра взрослыми станут детишки. Посади с ним цветок, деревцо. Пусть на них смотрят детские глазки. Отверни от экрана лицо. Расскажи ему мудрую сказку. И вот свою сказку я, ну так чисто символически назвал, «Девочка и телефон» или «Тупик» для недоросля. А теперь сама сказка. Ну, значит, дело было так. У дедушки и бабушки была любимая дочка, а у дочки ее, ее дочка. Стало быть, у деда была внучка. А и радовались они, не нарадовались появлению ее на свет Божий. Лелеяли как могли, растили. Дед делал ей разные игрушки, потому что безмерно ее любил. Все дарили ей много разных подарков. И даже дорогих. И вот подрастает внучка. И уже школа, первый класс. Ну, дела пошли более серьезные, ответственные. Как говорят, от простого к более сложным. Ну, учится девочка с переменным успехом. Ну, первый, второй, третий класс школы. Сами знаете, какая у нас сейчас школа. Все красиво, торжественно. Не школа, а просто концертная художественная самодеятельность. Песни, шутки, прибавудки. Дело, конечно, хорошее, но и учатся ребятишки по-разному. Есть такие, которые понимают, что школа – это святое. Пропускать нельзя. И учатся они на пятерке, на четверке. Ну, в общем, молодцы. А есть лентяи. Они привыкли ничего не делать. Живут на всем готовом. Зачем им делать уроки? И вот попадает в руки этой девочки подарок. Как вы уже догадались, смартфон, телефон, ну, или назовите как угодно, гаджет. И понеслась. Все внимание к дисплею. К экрану телевизора, к экрану компьютера, ноутбука или самого этого телефона. Это стало главным в ее жизни. Без телефона никуда. Даже в туалет. А что с учебой? А ничего с учебой. Девочка уже в пятом классе. Но она, представьте себе, не учится. Совсем не учится. Под разными предлогами не ходит в школу. Бросила учебу. Вы представляете, что творится с дедушкой? Я уже о бабушке и маме молчу. Эта девочка из доброй, хорошенькой куколки превратилась в гадкого утенка, нигилистку. Знаете, что такое нигилизм? Нигилизм – это отрицание всего. Ну, на все есть один ответ. Нет, не хочу, не буду. Дедушка пытается разобраться, отчего у его внученьки так изменилась ее душа. Душа ее скокошилась, превратилась в колючий клубок. Внучка перестала уважать старших. Озлобилась. Считает, что она никому не нужна, и отсюда, как вывод, и в роли ей тоже никто не нужен. Но на самом-то деле, наверное, нужны. Ну, мама, она ведь ее обувает, одевает, кормит, за все платит деньги и немалые. И работает с утра до позднего вечера. Такая у нее работа, к сожалению. Сейчас время такое жестокое, жесткое для многих молодых людей. Она работает и не жалеет никаких денег для любимой доченьки. Вот и замкнулся этот печальный круг под названием «Отцы и дети». Внучка, лежа на диване, смотрит телевизор, или у нее в руках планшет, и всегда, конечно, в руках телефон. Голова ни о чем не думает. Всегда одно действие. Любой вопрос задается в голосовом виде, его величеству телефону и следует из телефона ответ. Вот так она и учится вместо школы. Коллектив ребят, с кем она училась постепенно, тает, исчезает. Когда общение прекращается, то и продолжать-то, в общем-то, уже не так уж и хочется. А учителя этим даже не интересуются. Школа просто оказывает услуги. Это вот так сегодня происходит. А раньше было по-другому. Такие перерывы в учебе просто были недопустимыми. И вот растет эта девочка эгоисткой номер раз. Думает только о себе. Ей никто не нужен. И все то добро, которое она получила с детских лет, она считает, ну, как бы, само собой разумеющимся фактом. Ну, что, подумаешь, так все и должно было бы и быть. Девочка не думает о своем будущем серьезно. Такой возраст. Трудный возраст. Переходный возраст. А дедушка? А дедушка не находит себе места. У него настоящее горе. Он ведь думает о будущем поколении. А где оно, это поколение? В телефоне? В телевизоре? А должно быть, в поступках. Жизнь людей определяется поступками. И сценарий жизни каждый человек творит сам. С юных лет. Ведь неправда, что дети, ну, никем не хотят стать в будущем. Хотят. Очень хотят. Только не каждый из них понимает, что жизнь постоянно меняется и преподносят нам все новые и новые трудные испытания. Конечно, детей тоже можно понять. Взрослые им мало уделяют времени. Все заняты своими делами. Мама на работе. Бабушка и дедушка тоже не сидят дома, сложа руки. Все заняты. И девочка ничего себе не может придумать, кроме телефона. Ее просто не интересует ни чтение книг, ни игры на свежем воздухе. Она не может себя занять чем-то другим, более интересным и полезным для будущей жизни. Ну, например, ну, скажем, самостоятельным изучением английского языка. Ведь это можно делать без педагогов. Как это делали когда-то мы. И не нужно платить деньги за обучение, которое вошло сегодня в моду в интернете. Это занятие для тупых лентяев. Человек сам может и должен научиться разным делам, лишь изредка прибегая к посторонней помощи, к подсказке. Мозг должен работать самостоятельно, а не по подсказке. В этом и заключается главное. Интернет – это хороший инструмент для самообразования и самосовершенствования. Но это лекарство надо употреблять в определенной дозе, иначе можно отравиться. И в прямом, и в переносном смысле. В смысле физического здоровья, я имею в виду. Которое дети из-за этого тоже теряют. Чуть что сразу горло болит, температура, голова болит, общее недомогание. Я уже не говорю о зрении. А ведь это дети. И уже начинают болеть. Их надо заставить спортом заниматься больше. А они на диване с телефоном все время проводят. Часами проводят. Откуда здесь будет здоровье? Приближается самый лучший праздник. Новый год. И что делать старикам? Как встречать этот лучший праздник? С хорошей миной при плохой игре? Как все это съесть и переварить за праздничным столом, когда ваши надежды не оправдываются и постепенно тают? А может и вовсе не устраивать на этот раз праздник? Зачем он нужен? Это будет не праздник, а показуха. Ведь в любой семье должны быть искренние отношения. А если дедушка и бабушка видят, что они не нужны этой любимой внученьке, а нужен ей, этой внученьке, только телефон и телевизор, а также дорогие подарки? И все эти дорогие игрушки у всех на глазах, у всех у нас, у всех наших детей делают из них дебилов, лентяев, врунов, эгоистов. Все это, если именно так, то ответьте мне, пожалуйста, где выход? Как быть? Что прикажете делать опечаленному дедушке? Ведь разговоры по душам уже, как говорят, не прокатывают. Девочка заперла на замочек свою душу в клетку, и этот ключик теперь никому не отдает. Вот и сказочке конец. Разумеется, это вовсе не означает, что эта сказочка имеет прямое отношение к моей семье. Просто таких дедушек и бабушек, да и родителей, с такой вот проблемой сейчас в наше время преимущественное большинство. Поэтому пишите, друзья, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну что ж, подписывайтесь, не забывайте посещать мой канал по вторникам и пятницам регулярно в 11.00. Я всегда в эфире с чем-то новым. Обращаюсь к вам. Спасибо. Увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok